Добрый день, уважаемые зрители и гости моего канала. Я нахожусь возле Министерства внутренних дел Украины. Тут проходит акция протеста против застройки прибрежной зоны в Днепра в Киеве. На Никольской Слободке люди вышли протестовать, потому что полиция, по их словам, бездействует. И более того, они говорят, что их избили, когда они протестовали там. Нахожусь тут. Посмотрим, что будет дальше. До новых включений. ...и за то, что они хотят своим детям сохранить Днепро. В демократическом государстве таких вещей не должно быть. Поэтому сегодня мы пришли сюда, чтобы все знали, что происходит на незаконных стройках и что происходит с теми людьми, которые этому противостоят. Я думаю, что у всех есть дети. Я думаю, что все понимают, что такое экологическая катастрофа. И если мы убьем берег Днепра, нам ничего не останется. Это наше национальное достояние. Мы просим полицию, чтобы она выполняла функции не только курьера, когда приезжает принять заявление. Мы просим ее защищать жителей так, как будто бы они защищают своих родных и близких. Поэтому мы здесь сегодня. Я думаю, что сюда пришли все те, кто понимает, какая проблема стоит перед Киевом, кто понимает, что Днепр – это национальное достояние. На Никольской Слободке 7-9 происходит беспрецедентное строительство огромных хмарочосов в зоне прибрежно-защитных зон. Кроме этого, это ландшафтная памятка. Они, эти два пункта, защищены законом Украины. И сколько бы не выдавали чиновники разрешительных документов на строительство, это все равно незаконно. Поэтому все те, кто слышит и видит нас, они должны четко понимать, почему люди пришли сюда. И больше никогда не должно повториться, чтобы избивали людей там, где происходят незаконные стройки. Там, где люди защищают свое жизненное пространство. Они не знают, кто может выйти из МВС до Критинга-Рінг. Они не знают, что это происходит. Они не знают, почему корпус приезжает защищать китушку и незаконную забудову. Поэтому у меня, как представителя правого сектора, есть вопрос от МВС. Нам зайти в середину и спросить, чему же кто-то выйдет до митинговцев, прийме у них заяву и поясни. Чему спецпідроздили приезжают ганять спиртных жителей? Чему они защищают незаконную забудову? Скажите, пожалуйста, долго, чем все будет повторяться, эта история? Чи долго люди будут страждать от незаконных действий в МВС? До нас даже никто не хочет выйти. Я помню, что раньше можно было прийти под стены чиновников. Виходил какое-то уполномоченное лицо и спросил, а почему люди пришли сюда? А сейчас, значит, проблемы нет. И никто не интересен, чему эти люди, вместо того, чтобы сидеть в хорошую погоду дома, або бегать на работу, они стоят здесь, потому что им не байдужики. Поэтому я так понимаю, что ответы, кто выйдет к людям, мы так и не получаем. Но мы еще постоим, ждем. Продолжение следует...